Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я снимаю ролик «Колесо удачи управляет моей жизнью 24 часа». Однажды, гуляя по магазинам, я увидела очень крутое колесо, и мне сразу пришла идея для нового ролика. Мы с моей родной сестрой Полиной, которая сзади там валяется на кровати, помашей ручкой... Мне видно, что ли? Видно, видно. Лежит, пялится. Подготовили достаточно необычные задания, где я вместе с вами сегодня позавтракаю, накрашусь. Да, я думаю, многие заметили, что я сейчас без косметики. Может быть, мы с вами примем ванную, и в каждой такой вот небольшой функции будут задания, которые и не самые удачные. В общем, по ходу самого ролика вы все сами поймете, но сегодня мы проводим с вами 24 часа, конкретно так, как мне покажет «Колесо удачи». А я буду оператором! Да, сегодня моя Полина будет оператором. Посмотрим, как она сможет меня снять, потому что, к сожалению, пока что нет того человека, кто смог бы мне сегодня помочь, а ролик снять очень сильно охота. Поэтому Полина сегодня мне поможет. Может быть, ракурс будет и не особо крутой, знаете, потому что Полина не такого роста, какого нужно. Но все равно, Полина сегодня оператор. Полин, сильно близко стоишь к камере, можешь идти отдыхать. А вы, мои дорогие зрители, обязательно ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать. Надеюсь, что этот ролик вам понравится. Я буквально час назад проснулась, даже не красилась и не приводила себя толком в порядок. Все это мы сделаем на камеру. Мы можем начинать. Поехали, зайчики! Вот так вот выглядит это прекрасное колесо. Я вам его уже демонстрировала в начале ролика. И мы с Полиной подумали, что каждое задание нужно вставлять вот в эти три деления, да? Тут одно задание, тут одно задание. И не писать все 24 штуки, как их тут видно, да? Все 24 деления, потому что я бы просто задолбалась писать так много заданий, у меня бы просто не хватило фантазии. Короче, сейчас мы с Полиной приклеим все эти задания и пойдем завтракать вместе с вами. А завтракать мы будем тем, что покажет нам, собственно, это прекрасное колесо удачи. Вернусь к вам тогда, когда приклеим уже сюда все задания. Поехали! Вот такая вот прелесть у нас получилась. Именно это я имела в виду. Посмотрите, сейчас мы с вами пойдем завтракать. Тут у меня несколько вариантов. И самый худший вариант из сегодняшнего завтрака, это остаться в принципе без завтрака. Выпить просто стакан воды, ребята, вы представляете? Надеюсь, что мне такое не попадется. Также один из херовых вариантов это чипсы с чаем. Господи, вообще, кто так любит сочетать? Мы с Полиной придумывали эти задания вместе, чтобы вы могли вместе с нами повеселиться. Поэтому, ну что ж, давайте первый раз крутанем и посмотрим, чем я сегодня буду завтракать. Поехали! Крутится эта прелесть достаточно долго, но зато держит небольшую интрижку. Пожалуйста, пожалуйста, давайте, только неплохое, я прошу. Так, 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 так. Так, сегодня мы завтракаем макаронами с сыром. Можешь, Полиночка, показать вот эту бумажечку. Она конкретно нам сейчас и попалась. Так что прямо сейчас я пойду варить макароны с сыром, и мы их вместе с вами съедим. Полина, чтобы зрителям было веселее, прямо сейчас попробуй ты тоже крутануть колесо. Посмотрим, что тебе попадется. И этим ты будешь завтракать. Мне пришла эта идея буквально только что, поэтому поднимай колесо и крути его. Не в эту сторону, в другую. Так, 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 ребятки, как вы думаете, что попадется Полине? Чем же она сегодня будет завтракать? Как ты думаешь? Я хочу макароны. Макароны? Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Сегодня мы живем, как скажет, колесо. Макароны! Что? Стой, стой, стой! Это попало, получается, на десятку, да? А это три деления. Да, макароны! Реально макароны? Я не представляю, как так получилось, но сегодня Полина вместе со мной будет завтракать макаронами. Капец, я в шоке. Как так? А может, колесо специально будет выпадать на эту сторону? Я не знаю, посмотрим. Ну что ж, мы очутились с вами на кухне. И я подготовила вот такую вот небольшую кастрюльку. И сейчас мы вместе с вами выберем макароны. Но перед этим нужно набрать воду. И пока будем ждать, чтобы наша водичка закипела. Набираем водичку. Ставим ее вот сюда вот. Вот таким вот образом мы нагреваем воду. А пока выберем макароны. Я предлагаю нам сделать вот такие. Не нравится? Я вермишель хочу. Вермишельку? Хорошо. Вот так вот выглядит вермишелька. И мы прямо сейчас ее с вами приготовим. Может, с сосисочками? Давай. Давай. Такие маленькие детские сосисочки. Мы их всей семьей просто обожаем. Они суперские. Они офигенные. Реально. Они без добавлений всяких. И очень вкусные. Да. Ну что ж, наша водичка закипела. И прямо сейчас в руках я держу две прекраснейшие сосиски. Сосиски. Короче, держу две прекраснейшие сосиски. И сейчас мы их быстренько кинем в воду. Потому что я думаю, что сосиски вот такие вот можно готовить неограниченное количество времени. И также засыплю нашу прекрасную вермишельку. Совсем-совсем чуть-чуть. Я думаю, что уже достаточно. Вот такая вот вкусняшка. И ждем, когда вся эта прелесть сварится. Возьмем ложечку и помешаем. Также нужно сбавить градус, чтобы наши макарошки не сварились за две секунды. Это единственное, что ты умеешь готовить, да? Вот такие вот прекрасные макарошки у нас получились. Я бы не сказала, что порции супер огромные. Но я думаю, что хватит, чтобы наесться. Потому что мы с Кариной на самом деле по утрам немного едим. Да, у меня утром не лезет много еды. И поэтому мы все время кушаем совсем немного. Тем более, если попадается не особо полезная еда. Итак, Полиночка, это тебе. Это мне. Ну что ж, Полина, говори, когда тебе хватит сыру. Все, хватит. Хватит, ага. И я добавлю сыру себе. Совсем немного. На самом деле, когда мы едим макароны с Кариной, она мне добавляет много, а себе мало. Мне нравится много сыра, а ей не нравится много сыра. Я не знаю, зачем я вам это говорю. Мне просто надо что-то сказать. Просто как факт, чтобы зрители знали. Пожелайте нам приятного аппетита. Ну что ж, мы с Полиной покушали. Было очень вкусно. Я не буду показать твою тарелку. Задание можно считать выполненным. Мы очень вкусно позавтракали. Следующее, что я должна буду сделать, это не как совместное видео. Полина просто за компанию позавтракала. Мне нужно будет принять ванную. Но приму я ее или нет, решит колесо удачи. Так как в этом колесе есть задание под названием не мыться. Также мы можем использовать всякие пены для ванны, необычные бомбочки. И есть еще одна неудачная функция под названием без бомбочек. Поэтому сейчас решит колесо, принимаем ванную мы или нет. Поехали. Я надеюсь, что все-таки принять ванную у меня получится. Потому что я моюсь каждый день. И, пожалуйста, колесо, пожалуйста, колесо, не наказывай меня, не наказывай, пока все идет гладко. Потому что мы позавтракали макарошками. Пожалуйста. Ура! Нам выпала розовая бомбочка. Чтобы вы понимали, розовая бомбочка выглядит вот так. И она самая большая. И огромная бомбочка, которая лежит у меня вообще в моем ящике. В моей коллекции бомбочек. Итак, Полина присоединилась ко мне. Как вы видите, я уже переоделась в купальный костюм. И надела на себя вот такой вот домашний халатик. А также взяла в руки бомбочку, которую я вам сейчас хочу поподробнее показать. Тем временем водичка набирается. И нам осталось где-то минут 10 до купания, до того, как я залезу в ванную. Бомбочка выглядит суперски. Я давно хотела ее попробовать и ни разу не пользовалась такими большими бомбочками. Внутри, повторяюсь, находится соль для ванны. И сама по себе она будет бурлить. И очень приятно пахнет. А также, возможно, помимо бомбочки, я еще сделаю пенку для ванны, чтобы мы могли вообще пошуковать и, так сказать, утречком насладиться релаксом в ванной. У меня есть вот такая вот волшебная палочка неонового оттенка. И это пена для ванны. Делать я это буду способом размахивания этой палочки под водой. И, может быть, даже чуть-чуть использую душ. Ну что ж, я уже залезла в ванную. И я чувствую себя достаточно непривычно, потому что, ну, естественно, все люди обычно ванную принимают без какого-либо купальника. Но, к сожалению, такое я снимать на свой YouTube-канал не могу. У нас получилась вот такая вот прекраснейшая пенка. Да, да, контент 18+, господи. И сейчас мы будем растворять эту прекраснейшую бомбочку. Я хочу ее опустить прямо вот так вот, вместе с этой прекрасной ниточкой. Поехали. Та-да-да-да-да-да-да-дам! Господи, как это красиво! А-а-а! Какая прелесть! Та-да-да-да-дам! Ой, посмотрите, вот еще соль для ванны. Очень красивого оттенка. Посмотрите, какая красота, какие красивые оттенки, я влюбилась в эту бомбочку Ну что ж, я уже приняла ванную и опять стою с этим прекрасным колесом удачи Тут очень много всяких подразделений, я их так назову Наподобие длинные стрелки, макияж блестками, красные тени Обычный повседневный макияж без тональника, без стрелок и так далее И сейчас мы вместе с вами крутанем это прекрасное колесо и посмотрим, какой макияж мы сегодня с вами будем делать Поехали! Очень интересно, я прям в предвкушении и мне немножечко страшно, потому что я не хочу, например, сделать макияж с длинными стрелками Безстрелок! Безстрелок сегодня! Ура! На самом деле вы все прекрасно знаете, что я обожаю стрелки, я постоянно делаю макияж со стрелками Поэтому сегодня, так как показала нам колесо, я сделаю макияж без стрелок А я не люблю, когда Карина делает стрелки, я обожаю, она очень красивая без стрелок Вот напишите в комментариях, реально, вот напишите в комментариях, она красивая со стрелками или без стрелок Но она всегда красивая Она всегда красивая, но как лучше, стрелок или без стрелок Мне кажется, без Итак, я немножечко высушила свою голову после принятия в ванной и чувствую себя просто потрясающе. Сейчас я вам покажу те продукты, которые я использую при ежедневном макияже. Но сегодня я не буду вам показывать подводку, потому что, как показало колесо удачи, сегодня я делаю макияж без стрелок. Хотя стрелки это вообще незаменимая черта моего макияжа, которую я делаю практически каждый день. Быстренько вам покажу, что я использую чаще всего. Вот такая вот... Ой, рукожоп. Вот такая вот база под тени от NYX. Также я очень часто использую консилер от MAC. Моя самая любимая палетка, она тоже от MAC с самыми нейтральными оттенками. Посмотрите, тут есть как и блестки, которые Полина испортачила, правильно я понимаю, да? Ага, молодец. А также тени, оттенки немножечко коричневатые, нейтральные, темные на какой-нибудь вечерний макияж. Короче, эта палетка мне безумно нравится, и ее оценили многие мои подписчики, потому что я выкладывала эту палетку в свой инстаграм. Если вы не подписаны, то ник вы сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь, потому что туда я выкладываю очень много всего, да? Также мой любимый тональный крем тоже от MAC. Я отдельно покупала вот эту вот штучку. Оттенок NW10. Вот так выглядит тональный крем, мои девочки. Кому интересно, можете покупать. Оттенок очень крутой. Ну и последние две незаменимые вещи в моем макияже, которые я вам хочу показать, это первое. Вот такой вот гель для бровей от Art Deco. Он очень хорошо подчеркивает брови, и как бы сами брови уложенными держатся очень долгое время. Как я заметила, ну точно больше 10 часов. Ну и последнее, это вот такая вот тушь. Она от Clinique, самая стандартная, безаллергенная, и очень хорошо смывается какими-либо продуктами. Когда вы уже вечером приходите домой уставшими, вы не будете долго мучиться со снятием макияжа. Так что все эти продукты я вам советую. Но я вернусь к вам тогда, когда сделаю свой прекраснейший макияж без стрелок. Поехали! Вау! Вот такая вот красоточка из меня получилась. Я сделала макияж без стрелок, и он уже закончен. Я использовала потрясающие матовые тени. Поверх них нанесла блестки, сделала небольшой контуринг лица. Использовала тональный крем, специальную пудру, тушь и специальный гель для укладки бровей, который я вам показывала перед тем, как начать делать макияж. Ну что ж, а сейчас следующее у нас якобы бонразделение, это чем заняться. Вот тут вот я уже подготовила наше специальное колесо удачи. И тут написаны задания, то есть чем я могу заняться в ближайшее время. И сейчас мы крутанем это прекраснейшее колесо и посмотрим, чем же мы займемся. Поехали! Та-да-да-да-да-да-да-да-дам! Мне интересно, что же нам попадется, потому что я очень хочу посмотреть фильм. А такое задание есть в колесе. Надеюсь, что мне выпадет посмотреть фильм. Пожалуйста, посмотреть фильм! Смонтировать ролик. У меня есть один ролик в запасе, поэтому прямо сейчас я отмонтирую это видео. Или хотя бы постараюсь его немножечко нарезать. Ну что ж, мои дорогие зрители, сейчас я буду монтировать ролик. Это ролик итоги года, я уверена, что вы его видели уже на моем канале. Этот ролик получился очень душевный, он мне безумно понравился, поэтому... Тут пока еще нет ни цветокоррекции, никакого монтажа, просто быстренько вам пролистну. Тут я первую часть снимала 7 минут, потом почему-то камера вырубилась. А вторую часть я снимала 18 минут, то есть на все про все где-то ушло полчаса. Я с вами очень душевно поговорила, так что очень скоро ждите это видео. Ну, а я вернусь к вам уже тогда, когда отмонтирую этот ролик. Фу, зайчики, буквально только что закончила монтаж. Я очень устала, вы только посмотрите на эту дорожку с фоновой музыкой, со всякими футажами, нарезками. Господи, я так устала, но я довольна, что я все-таки закончила монтаж этого видео, в котором я была максимально душевная. Это итоги 2019 года. Если не видели, обязательно посмотрите у меня на канале. Ну что ж, как вы могли заметить, я уже отмонтировала свое видео и заняло это по времени, ну, где-то часа два. Я обожаю это дело, поэтому мне не составило никакого труда отмонтировать этот ролик. И я думаю, что многие зрители тоже обратили внимание, что я до сих пор в домашней одежде. Именно поэтому я предлагаю переодеться, а потом нам нужно будет пообедать. И все это за нас решит колесо удачи. Поехали! Я надеюсь, что там не будет всяких неудачных штучек, которые, кстати, могут нам попасться наподобие шорты с колготками или одежды сестры. Посмотрим, 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 посмотрим. Почему это одежды сестры? Розовые хути! Мне повезло, мне повезло, мне повезло, мне повезло. Вообще, твоя одежда сестры нормальная. Я знаю, но некоторая твоя одежда же мне мала. Ну да. Итак, колесо удачи решило за нас. В чем я должна буду сейчас одета? Это розовое худи. И как раз-таки я только что о нем говорила. Я его обожаю и сейчас я вам его покажу. Добро пожаловать в мой гардероб. Тут у меня находятся всякие шмотки. И да, я настолько ленивая, что практически все шмотки вывернуты. Та-дам! И я сейчас в своем любимом розовом худи, которое, кстати, я думаю, можно носить и без каких-либо юбочек или штанов. Хотя у меня есть сейчас тут шорты, да, как видите. Но все равно в худи мне очень комфортно. И я уже в такой не особо домашней одежде. И поэтому я отправлюсь сегодня с Полиной в авиапарк. Но для того, чтобы не ходить там по ресторанам, как я говорила, в итогах года. Потому что это видео уже вышло, которое, да, я только что монтировала. Что я очень много денег сливала на рестораны. Поэтому сейчас мы с Полиной должны выполнить еще одно и самое последнее задание, которое говорит нам о том, что мы должны обязательно что-то заказать домой из еды. Какая разница заказать или покушать в ресторане? Ой, слушай, я не знаю. Но, наверное, когда заказываешь, там немножечко подешевле. Потому что в ресторанах еда дороже. Ну что ж, я поменяла записочки. И мы уже с Полиной достаточно так проголодались. Подтверди. Да, я голодная. Вот, и поэтому сегодня мы с Полиной будем обедать, а потом куда-нибудь отправимся. Но это вы уже сможете посмотреть в моем инстаграме. Авиапарк! Да! Надеюсь, что ждать нам не придется полтора часа. И надеюсь, что нам не выпадут роллы. Потому что роллы я сегодня не хочу. Полина роллы не любит. И мы их обычно ждем, ну, где-то часа по полтора-два. Поехали! Вот такая вот красота. Смотрим, 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 что же нам такое попадется. Колесо, пощади нас, пожалуйста. Я очень хочу лодочку. Пожалуйста! Полина, что-то я не знаю. Это реально какое-то колесо удачи. Ура! Ты прикинь, с Худи мне повезло. Я завтракала макаронами. И сегодня даже воду, типа, понимаешь, не пила на завтрак. Хотя там были такие задания. Мне макароны тоже попались. Я не знаю, ребят. Это конкретное колесо удачи. Я поняла, что колесо, оно выбирает не какое-то определенное число. Видите, тут числа. Постоянно на разное место встает. Вот такая вот стрелочка. Поэтому, ребятки, нам реально фартит. Именно поэтому мы сейчас с Полиной в Яндекс.Еде или где-нибудь закажем лодочку из нашего любимого ресторана. Покушаем. И будем приезжаться! Ура! Лодочка, лодочка, лодочка! Ну что ж, как вы видите, заказ уже создан. Нам осталось только дождаться курьера. И мы с Полиной очень вкусно пообедаем. А курьер уже к тому времени подошел. Нужно открыть ему дверцу. Здрасте. Спасибо. До свидания. Полина, скорее есть! Скорее, скорее, лодочка, лодочка! Нам пришла лодочка. Открывай. Ребятки, вы только посмотрите. Это наше самое любимое блюдо с Полиной. Это наподобие хачапури. Очень-очень-очень вкусно. Поэтому прямо сейчас мы будем кушать. Пожелайте нам приятного аппетита. И я думаю, что уже все! Итак, заички наши дорогие, мы с вами прощаемся. Очень устали снимать это видео. И хотим сказать вам огромное спасибо за его просмотр. Если вы хотите видеть больше роликов, где колесо удачи управляет моей жизнью, или еще чем-то, может быть, моим макияжем, обязательно пишите об этом ниже в комментариях. Я ввела, можно так сказать, новую рубрику себе на канал. Поэтому, если она вам понравилась, ставьте лайки. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Я вас безумно люблю. За это видео мы сделали очень много дел. И день, к сожалению, уже почти подходит к концу. Мы, может быть, с Полиной еще куда-нибудь загоняем. Ребят, я так объелась этой лодочкой. Я тоже. Блин, она очень вкусная. Это как хачапури. И мы обожаем на самом деле это блюдо. Сегодня колесо удачи нас пощадило. Мне лично не задавала всякую херню. Да и Полине тоже фартанула. Она тоже поела со мной макаронов. Спасибо вам огромное. Мы с вами прощаемся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok